Добрый вечер, Гомель! С наступающим вас Новым Годом, дорогие друзья! Интересно, какие у вас планы на эту новогоднюю ночь? Наверное, поесть салатиков, посмотреть салют из окна, загадать желание и спать? А почему бы не провести эту новогоднюю ночь возле городской елки, где весело, будут шутки, песни, танцы? Если вы еще не в курсе, то главные мероприятия на главной елке города Гомеля начнутся совсем скоро, сегодня в 23.00, так что поторопитесь. Ну, вообще-то здорово, что впереди у нас новогодняя ночь, впереди праздничные выходные. И вы знаете, чтобы не провести эти дни перед телевизором, наверное, стоит заранее все-таки подумать, составить, продумать программу новогодних развлечений. И вот сегодня я расскажу вам, дорогие друзья, где на Гомельщине можно весело всей семьей отдохнуть в первые дни Нового Года. И помогут мне в этом гости в студии. Дорогие друзья, сегодня из Бутыкшлевского района на добрый вечер. Гомель заглянул в Дед Мороз и Снегурочка. Добрый вечер. Добрый вечер. С наступающим вас Новым Годом. Спасибо вас тоже. И вас. Давайте мы с вами будем знакомиться. Вот я понимаю, что вы в образе, но вот в миру вы кто? Вот Дед Мороз, расскажите. Меня зовут Дед Мороз Юзик. А на самом деле я, меня зовут Андрей. Работаю директором Коммуноровского дворца культуры. Правильно, только директор может носить костюм Деда Мороза, никак не меньше. Снегурочка. Меня зовут Галина Борисенко. А вообще мои подчиненные меня называют очень строгий директор нашего районного Дома культуры. То есть вы два директора, которые под Новый Год. Это очень ответственно. Поэтому вот только так и никак. Только директор может быть Дедом Морозом или Снегурочкой. Дорогие друзья, вот каким же будет новый 2020 год? Ответ на этот вопрос знает астролог Центра Эрана. Татьяна Русецкая сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. С наступающим вас Новым Годом. Спасибо. Вы знаете, у вас есть такая уникальная возможность задать свой вопрос Деду Морозу и Снегурочке. С удовольствием. А я была уверена, что вы скажете, что вы знаете все ответы и все, что с вами произойдет в Новом Году. Ведь вы же астролог, нет? А мы волшебники. Так, это волшебники. Я хочу загадать и хочу пожелать своему научно-исследовательскому центру Эрана процветания и благополучия. Можно такое исполнить, Дедушка? Конечно, мы же исполним это желание, но нужно немножко потерпеть. Это будет исполнено в новогоднюю ночь. А я думала, какое-нибудь сейчас заклинание нам скажут предновогоднее. Нет, все, все, что происходит только в новогоднюю ночь. И в Чеботовичах. И в Чеботовичах. Вот, надо съездить, наверное, оттуда. Могическое место приезжайте к нам. Ну, на самом деле, дорогие друзья, до вот этого волшебного мгновения, когда наступит Новый Год, осталось совсем немного времени. И я вот хочу задать вопрос, как же Новый Год крысы без крысы, дорогие друзья? Я хочу представить сегодня в нашей студии настоящий фокусник, несмотря на его юный возраст, Иван Чешун. Пришел к нам в гости и обещал сегодня удивить не только нас в студии, но и всех зрителей программы «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер, с наступающим. Вас тоже. Сейчас будет, кстати, заклинание, которое не исполнили Дед Мороз и Снегурочка. Значит, будем звать Крыску или Шиншиллу? Шиншиллу. Шиншиллу? Да. Шиншиллу. Это почти Крыска. Это почти Крыска? Волшебные слова какие знаем? Раз, два, три. Ёлочка горит. Крыска появилась, да. Давайте, раз, два, три, Гудвин, появись. Раз, два, три, Гудвин, появись. Ой, боже, настоящая Крыса. Это Шиншилла. Она пойдет ко мне? Конечно. Ой, какое чудо. Здравствуй, дорогая. Как зовут? Гудвин? Его зовут Гудвин. Это вот именно... Можно? Конечно. Дед Мороз? Какой хороший. Скажите, это Шиншилла, которая живет в вашем доме вместо кошечки и собачки? Не сказал бы, что она живет вместо кошечки и собачки. Она живет вместе с кошечкой и попугайчиком. И попугайчиком. Представляете, попугайчик катается на коте, ест из его миски, а Шиншилла сидит у меня на плече и наблюдает за всем этим. Дружная семья. Замечательно. Вот мне, знаете, что любопытно, раз вы здесь и вместе с Шиншиллой, расскажите, какой у нее характер. Будем считать, что это все-таки крыса, своего рода символ наступающего года. Или я не права? Это скорее дикобраз, потому что ближайшие родственники Шиншилл дикобраза. Да, я сам в это с трудом поверил. Ну, ради наступающего года и нашего праздничного эфира замечательная. Она наверняка, дорогие друзья, исполняет желание. Вот такая чудная Шиншилла сегодня в праздничном эфире. Иди скорее к Ивану. Гудвин у нас, кстати, очень целеустремленный, в принципе, как и год крысы. Если захочет, прогрызет клетку, чтобы вылезти погулять, а потом заползти обратно и даже там. То есть вы хотите сказать, что наступающий 2020 год, это год целеустремленных людей, которые готовы зубами, да, грызть зубами все, что попадется. А еще какой характер вот можно охарактеризовать крысу, на ваш взгляд? Вы же с ней каждый день. Шиншиллку. Шиншиллку, да. Веселость, игривость, непосредственный целеустремленный год. Вот, все. Спасибо большое. Скажите, чем питается Шиншилла? Просто у нас сегодня настолько много угощений. Да, вот привезли Деда Мороза, Снегурочка и пироги, и блины. Я, кстати, предлагаю всем, да, угощаться. Может быть, и ваш питомец будет. К сожалению, ему ничего из того, что стоит на столе, нельзя. А что обычно кушают? Обычно сухофрукты, корма. Ну что ж, спасибо большое и вам. Татьяна, вот обратите внимание, какие пироги у нас сегодня в студии. Расскажите, какое фирменное блюдо будет на вашем новогоднем столе? Ну, в нашей семье, как всегда, мы готовим такая вот салат-мимоза мы любим. Ну, пожалуй, мы все время привыкли, мы будем это делать. А оливье? Оливье это обязательно. Ну, без этого, без мимозы мы никак. Ну что ж, я хочу вот уточнить у Галины, неужели вот такие пироги и блины – это и есть символ Нового года? И именно так встречается в Чеботовичах и Будокошелевском районе этот праздник. Ну, так как у нас в Чеботовичах резиденция Дедушки Мороза этно такая, Дедушка Мороз там живет круглый год, летом ходит в холщовые рубашки, зимой вот в своем красивом тулупе, то там стоит в доме русская печь. Тетушка Лукерия, которая у нее на подмоге, топит эту печь и в печи изготавливают различные наши блюда традиционные, белорусские. И картошку тушеную, и драники, и колдуны, и блины, и пироги в большом количестве. И мы нашим гостям предлагаем с дедушкой, когда пироги из печи достаются, чтобы они сами это сделали. Взяли заслонку, отслонили у печи, да и вытащили пирожок. Немножко потрудились. Конечно. И тогда этот пирог выносится к гостям, и, конечно, его разрезается, и все пробуют замечательно. А может быть, вы поделитесь нашими зрителями каким-нибудь новогодним и интересным рецептом местным? Ну, самый такой эксклюзивный рецепт Дедушкиной резиденции – это блинчики створа. А, это который вот сейчас снимает пробу, Ваня? Да, вот Иван пробует, Иван может уже сказать. С творогом. Так, расскажите, как он блинчики. Очень вкусно, а теперь обязательно приедем в Чеботович, чтобы попробовать еще. Вот одного мы уже еще сахитировали, гостик, дедушки. Первый раз мы встречаем Новый год с блинами и пирогами. Какая замечательная белорусская традиция. Мне вот интересно, придерживаетесь ли вы, Татьяна, каких-то новогодних традиций в вашей семье? В принципе, так. Что сготовили, то и хорошо. Не знаю. Елочку ставим дома? Елочку обязательно. Советские фильмы новогодние просматриваем? Бывает такое, так как у нас есть и старшие члены семьи, так что, конечно, и с легким паром вот этот фильм тоже любят. Ну, я могу предположить, что Новый год вы сейчас поедете отмечать с семьей дома. Обязательно, обязательно. Вань, а у вас какие планы на новогоднюю ночь? На новогоднюю ночь работа. А, фокусы? Будете развлекать народ? Да, можно так сказать. Шеншилл будет тоже работать, да? Шеншил обои со мной. А вот после Нового года я планирую отдохнуть, уехать к бабушке в деревню, выключить телефон, чтобы никто меня не беспокоил, и просто спать. Вот такое замечательное желание. Ну, не знаю, Татьяна, как вы думаете, у него получится? Вы все-таки астролог. Предвидите какие-то события. Кстати, какой знак зодиака? Козерог и водолей вместе. Для козерогов замечательный будет год. Год напряженный, много всяких разных негативных моментов, но в году есть и везунчики. Козерог к ним относится как раз. Один из знаков зодиака, который он повезет в этом году. А что с водолеем? Водолеи тоже. Главное не расслабляться водолеем, стремиться к своей цели. Очень хорошо будут удаваться дороги дальние, ближние. И уделить внимание семье. Возможно, пополнение. О, хорошо. Хорошо завтра выходить, жениться. Блаки будут крепкими. Вань, сколько вам лет? А на сколько выгляжу? Ну, я думаю, вы еще заканчиваете школу или где-то в первый курс института, нет? Да, вот примерно так. Самое время, да. Самое время начинать что-то новое. Очень хочется узнать, как готовиться к Новому году в Чеботовичах. Вот расскажите, какие традиции все-таки существуют в Будо-Кошелевском районе? Традиции всегда. В преддверии Нового года Дедушка Мороз со своими ребятами. У меня большая компания. Мы дружно, все вместе идем в лес, выбираем самую-самую красивую елку и везем ее в свою резиденцию. Устанавливаем ее, вешаем игрушки, огоньки, и вводим хороводы, печем пироги, блины, радуемся и готовимся таким самым делом. А вот интересно, раньше Чеботовичи были такое довольно неприметное место, и сегодня это одна из самых таких ярких туристических точек на карте Беларуси. Можете объяснить, в чем же секрет, как так произошло? Ну, вот этот удивительный проект волшебный такой зимний, который стал круглогодичным, он уже работает 10 лет. И называется «Резиденция Дедушки Мороза Юзика». И за 10 лет мы все-таки сделали рекламу, рассылку писем волшебных Дедушки Мороза по разным турфирмам, организациям, школам, домам культуры своим коллегам. И вот к этому финишному, 10-му году, уже 10 лет про это, вышли на такую популярность, что уже к нам приезжают из разных уголков. Но я так поняла, что Иван еще ни разу не был в Чеботовичах. Нет, ну вот, блинчики, отличный повод, чтобы приехать. У нас там есть не только блинчики, мы всегда рады гостям, мы приглашаем всех к нам в резиденцию. Вот Дед Мороз, скажите, пожалуйста, а правда ли, что вот у взрослых туристов особый интерес в местном музее вызывает самогонный аппарат? Ну, конечно же, у Дедушки есть и самогонный аппарат, который стоит, который работает. И есть у него еще тетушка-ключница, которая заведует. И есть у него ключница, которая занимается этим всем делом. Получается хороший, качественный продукт. Действительно, на самом деле, туристов это очень интересует. Взрослых. Такие же пережитки прошлого, кажется, да, с одной стороны? В Чеботовичах еще осталось. Они возобновляются сейчас. Некоторым туристам все-таки посчастливилось. Дегустацию. Дегустация практически всем посчастливилась. Но некоторым посчастливилось лично присутствовать на всем этом необыкновенном сказочном процессе. Вот Дед Мороз все-таки есть Дед Мороз. Посмотрите, с каким ажиотажем он рассказывает о местных достопримечательностях. Ну что ж, дорогие друзья, до Нового года остается совсем немного времени, несколько часов. И, наверное, самое время подумать, чем же мы займемся после новогодней ночи, чем займемся в праздничные выходные дни. Кстати, хочу напомнить, как будем отдыхать в начале января. 1 и 2 января будут выходные дни. Понедельник, 6 января, также будет выходным, но за него надо будет отработать в субботу, 4 числа. Ну, значит, два дня отдыхаем, два дня работаем, для тех, кто уже, да, не совсем хорошо математическими подсчетами, да, и три выходных дня для встречи Рождества. И мне кажется, наверное, самое важное вот в этот период – это окунуться в праздник, что, как называется, как говорится, с головой и провести его все-таки не на диване. Так вот, Светлогорск, дорогие друзья, уже завтра готов принимать гостей. Здравствуйте, Светлогорцы, мои дорогие! Здравствуйте, маленькие и большие! Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Самые лучшие на планете! Совсем немного времени осталось до наступления главного новогоднего праздника! Мы приглашаем вас 1 января в час ночи на центральную площадь города, где вас будут ждать игры и песни. Также вас будут ждать сюрпризы и, конечно же, хорошее настроение! С наступающим Новым Годом! Дорогие друзья, на Беларуси 4 продолжается праздничный эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомели!» Мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом! Ну, сегодня, конечно же, такой удивительный вечер, когда можно мечтать, загадывать какие-то желания. Вот мне интересно, вы, Иван, самый молодой в нашей сегодняшней компании. Скажите, пожалуйста, чего вы ждете от нового 2020 года? Хороший вопрос. Конечно, я хочу больше стать востребованным и популярнее как фокусник не только в пределах нашей страны, но и в зарубежье. Такие амбициозные планы. Вы уже что-то делаете для этого? Конечно. Какие шаги, например? Сюда пришел. Ну, это ваш не первый приход уже на телевидение, я знаю. Скажите, как вообще воспринимают зрители ваши фокусы сегодня? Все удивляются, особенно дети. Шиншилла идет на ура. Шиншилла – это единственный фокус с шиншиллой? Пока да, но есть уже наметки, что можно сделать. И я не могу не спросить, где же была шиншилла перед тем, как появиться под этой крышкой? Вы раскроете нам секрет? Да, дома у меня в клетке сидело. Телепортирование магии. Настоящий фокусник, который никогда не раскрывает секреты. Иван, вы знаете, у каждого фокусника обязательно есть такой фокус вроде визитной карточки. Любимый фокус, который обязательно должен поразить публику и, наверное, удается фокуснику лучше всего. Кроме фокуса с шиншиллой, у вас есть фокус визитная карточка? Как вы правильно подметили, что шиншилла – моя визитная карточка, потому что фокусников с шиншиллами нет. Да, не встречала я тоже, вы первая. В данный момент я могу просто показать хороший новогодний фокус на тот случай, если вы забыли купить подарки, нарядить елочку. Что делать? Есть идея? Дедушка Мороз. Всегда можно самостоятельно сделать какие-то снежинки, найти какие-то шишки, повесить их на елку. Дедушка Мороз, не скромничай, нужно пригласить тебя и твою внучку Снегурочку. И в любой семье будет Новый год. Тут же. Да, действительно. А мы, кстати говоря, сегодня это и делаем с помощью телеканала «Беларусь-4». Дед Мороз и Снегурочка, дорогие друзья, вот практически пришли сегодня в каждый дом. Но кроме этого, Иван, наш фокусник, обещает все-таки помочь тем телезрителям, которые еще не успели нарядить елку и купить подарки. Ваня, что это будет за фокус? Возьмите ватку, посмотрите, что она обычная. Да, кстати, надо проверять вас, фокусников, вы народ такой непредсказуемый. Дорогие друзья, кусочек ваты, обыкновенный, действительно. Да. О, Гудвин и Дисси, да? Берем ватку, берем спички, поджигаем и магия. Раз, два, три. Ох, у нас появился Дед Мороз. То есть, Вань, вы хотите сказать, что с помощью вот таких нехитрых движений, с помощью спичек, кусочка ваты, вам удалось вот так вот в праздничном эфире где-то достать игрушку Деда Мороза? Почему бы нет? Я, правда, не уверен, что у всех так получится. Да, замечательно. Поэтому лучше готовиться заранее. Спасибо. Спасибо, Вань. Действительно, я надеюсь, у вас большое будущее. Кстати, эта игрушка может оказаться на елке. И вы знаете, что когда на елку вешают игрушки, надо загадывать желание. И обязательно каждый Новый год нужно покупать новую игрушку, либо изобретать, и добавлять на свою елочку семейную. А ему это не составит труда. Видите, раз, два, и игрушки и подарки уже готовы. Дефицит ваты скоро будет. Я, видите, даже не представляла, что весь эфир сегодня у меня вот так вот в руках будет практически символ нового, дорогие друзья, 2020 года. Я так и не поняла, динозавр это кролик или крыса? Но в любом случае приятно, что в эти предпраздничные минуты в нашей студии очаровательная шиншилла, дорогие друзья. Вань, ну вот расскажите, пожалуйста, фокусник. Ведь профессия-то необычная, и для многих она одновременно такое призвание. Вот вы когда решили, что хотите удивлять людей, и кто стал вашим первым зрителем? Я просто пытался найти себя, пробовал во разных сферах деятельности, спорта, рисования и пения, пока не дошел до фокусов и не понял, вот это мое, я горю, я хочу дарить людям веру в чудо. И начал оттачивать навыки на младшем брате с сестрой. Да. Теперь они тоже умеют показывать фокусы. Новое поколение фокусников. Так, а сколько брату и сестре? Брату на данный момент три, буквально через пару дней будет четыре, и сестре пять. То есть у вас такая семья фокусников, целый семейный подряд. Я представляю, что в принципе творится в вашем доме, особенно в эти предновогодние дни, когда вы репетируете свои какие-то волшебные чудеса. Скажите, о каком подарке мечтаете найти под елкой и получить в этом году? Такой подарок может сделать только фокусник или дедушка Мороз, который знает то, что я хочу? Конечно же, больше реквизита, а обычные люди не разбираются в этом, поэтому только сам себе делаю такие подарки. Вообще очень удивительно, да? Я была уверена, какой-нибудь планшет, новый компьютер, то, что традиционно сегодня хотят получить дети. Дедушка Мороз, расскажите нам, пожалуйста, часто ли сегодня наши детки просят у деда Мороза под Новый год, там, не знаю, паровозики, куклы, или все-таки айфоны, планшеты? Сегодня дети у нас все разные. Просят, конечно же, по-разному. Кто-то айфон, кто-то машинку, кто-то просит даже дедушку Мороза, чтобы он подарил братика и сестричку. Ой, какие разумные дети! Дед Мороз не может все исполнить, все такие вот волшебные желания, но он старается. Много желаний на самом деле, мы много получаем писем с разными желаниями, абсолютно. И куклы, и планшеты. Кто-то просит родителям квартиру подарить. Дедушка Мороз старается, принимает письма, делает волшебство. И все происходит? Дедушка Мороза целого старается писем. Еще у меня раньше про квартиру-то ничего не сказали. Дорогие друзья, есть еще несколько часов до Нового года. Вот Дед Мороз, видите как, особенно Дед Мороз Юзик и Чеботович, да, говорит, что исполняет практически все. Если успеете, отправляйте письма в Чеботович, кто знает, вот сидит в эфире и обещает, по крайней мере, их исполнить. Очень интересно, Андрей, сколько лет вы уже работаете Дедом Морозом, и сколько вот Снегурочек пришлось поменять за это время? На самом деле Дедом Морозом я работаю еще со школьной скамьи. Не буду говорить, сколько это лет. Снегурочек поменяло за это время множество. Но в последнее время Дед Мороз Юзик остается верен только одной Снегурочке. Потому что... Потому что директор. Потому что нет у него выбора. Нет у меня выбора. Конечно, как по-другому, раз директор в студии, да, раз директор рядом. Вот мне что интересно, белорусского Деда Мороза знаете, как зовут его? Зюзя. Зюзя, да. А вот нашего в студии Будокшилевского Юзик, откуда вообще такое имя? Расскажите нам. Ну, это имя пришло в наш проект из легенд местных жителей. Они, когда мы начали собирать материал, чем бы таким удивить оригинальным, отличительным Дедушкам Морозом в нашем районе, то бабушки, наши прабабушки рассказали, что, оказывается, есть такая притча или сказка, или легенда, не знаю, как ее можно назвать, что-то между. Что вот раньше, когда дети подходили к холодному окну и пытались там за инеем увидеть что-то на улице, то их припугивали. Отойди, эта кошка. А то Юзик пальчик откусит. Ну, мы подумали и решили, почему бы у нашего Дедушки Мороза не было такого оригинального имени. Ну, слушайте, все в лучших традициях русских и белорусских сказок, знаете. Напугали детей. Создали образы. Тем не менее, интерес это вызвало посмотреть, что же это за Дедушка Мороз Юзик, который живет своей резиденцией. Вот, кстати, да. В таком музее, в таком, где очень много старинных вещей. Да, вот интересно, чем отличается резиденция в Чеботовичах от других? Ну, это такой дом, бревенчатый, приезжайте, посмотрите, который украшен деревянными израстами. У Дедушки Мороза две комнаты. В одной у него стоит огромная кровать с вышиванными подушками. Развешены его рубашки, в которых он проводит лето и осень. А в другой комнате у него русская печь. Там живет домовенок Женя, который поет песни нашим гостям из-за печки, высматривает и выдаривает сувениры. Ну, там тетушка у Керри печет вот такие замечательные блины пироги, встречает наших гостей. А еще, конечно, есть два огромных зала обеденных у Дедушки Мороза. Ну, чтобы не скучно было, когда гостей нету, один для меня, один для него. А когда гости, то 50 человек садится у нас в двух залах у камина. Ну, и мы празднуем любой праздник, начиная от купали, заканчивая колядами. Ну, все, дорогие друзья, едем в Чеботовичи. Я так понимаю, что в эти дни... Просто захотелось. Конечно, да, тем более повод есть. Я так понимаю, в эти дни в резиденции Деда Мороза в Чеботовичах работа кипит. Расскажите нам, как вообще работает ваша резиденция в эти праздничные выходные дни? Ваша резиденция на самом деле работает практически круглосуточно. Нет у нас никаких невыходных, потому что у нас на самом деле множество групп детей приезжают на централизованное представление. И заезды в 11 часов час дня и в 3 часа дня. То есть и завтра, 1 января у вас тоже будут такие праздники? У нас есть и вечер у Камина, 1 января. Кстати, этот будет вечер семейный. У нас еще не просто группы, организованные учреждениями или турфирмами, а еще вот есть семьи, которые звонят по телефону и оставляют заявку, приезжают такой семейной дружной командой, проводят с семьей вечер у Камина у Дедушки Мороза. Замечательно, кстати. Завтра едем в Чеботовичи. Дорогие друзья, 1 января вечер у Камина в резиденции Деда Мороза Юзика. Действительно, это что-то интересное и оригинальное. Что еще интересного приготовили в Будокошелевском районе для местных жителей, для гостей в эти праздничные дни? Расскажите нам. В эти праздничные дни, в новогоднюю ночь, будет проходить централизованное представление в каждом населенном пункте. Спектакли, дискотеки. А Дедушка Мороз будет путешествовать по Будокошелевскому району, начнет он, выйдет с резиденции своей, начнет с главной районной елки на площади, поучит, как нужно соблюдать традиции наши местные, танцевать круговые хороводы, развлекаться, петь песни, встречать Новый год. Какие еще интересные есть у него фишки, те, которые он проделывает в резиденции. Он все привезет это на центральную площадь города Будокошелева. Ну а 1 января у нас будет и караоке-шоу, Дедушка Мороз нас петь тоже любит, он музыкальный. Но это будет уже в самом районном Доме культуры. И, конечно же, театральная студия в Лунас покажет свой надчетный новогодний спектакль. Поэтому я думаю... Главное, после нашего эфира успеть добраться до Чебаточки, кстати, сколько времени вам надо доехать, чтобы... Буквально мне нужно 2 минуты, но вам, с учетом всех гобельских пробок, понадобится полчаса. Я вот пытаюсь, пытаюсь... А то есть у Дедушки Ваня? А то, что... Вы знаете, дорогие друзья, наверное, потому что скоро Новый год, и даже в этой студии, в Радмашуте, мы как-то даже где-то по-детски, наверное, ведем себя. Но это же праздник, это волшебство, и я все хочу сказать Андрею, Андрею, но не получается. Дед Мороз и все. Да, и вы знаете, Чебатович, уникальное место, где живет Дед Мороз Юзик, наверное, это повод туда съездить. Кстати, в предновогодние дни, дорогие друзья, не только в нашем городе, но и в других городах, районах, наших деревнях пройдет множество праздничных концертов, спектаклей, детских представлений и утренников, будут выставки, будут праздничные шоу. И вы знаете, чтобы не пропустить самые интересные из них, мы подготовили такой, ну, такой небольшой новогодний путеводитель по праздничной афише. Дорогие друзья, вот и близится тот самый долгожданный момент встречи Нового года. Наша творческая братья в городском центре культуры уже вовсю готовится встретить его. У нас весело, шумно. И мы приглашаем 7 января вас на замечательный вечер в арт-кафе на Иринской. Рождественский вечер, где выступит прекрасный коллектив городского центра культуры, вокально-инструментальный ансамбль «Блокпост». И состоится танцевальная, развлекательная рождественская программа. 7 января, 18.30, арт-кафе на Иринской городского центра культуры. Ждем вас. С наступающим! Дорогие гамильчане, с большим удовольствием хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. И хочу пожелать очень много всего, что традиционно желают, но кроме этого добавить такое пожелание, как духовное обогащение вам. Мало того, я расскажу, как это практически воплотить в жизнь. И пригласить вас 3 января, когда уже опустеют ваши новогодние ставы, когда уже будут съедены все оливье и селедки под шубой. 3 января в городском центре культуры, на втором этаже, в Малом зале, состоится творческий вечер члена нашего клуба, замечательного поэта, писателя, барда, а кроме того еще подполковника ВВС Владимира Юнинова. Володя очень тонкий писатель, и он презентует одно из своих произведений, как он говорит в моей книге «Мои дети». Это новая книга Володи, которая называется «Димка И». Это сборник рассказов про девочку Динку. Если вы помните Денискины рассказы про Дениса Фороблева, что-то очень похожее. Потрясающий юмор, потрясающий слог. А кроме того, будет звучать гитара, будет много песен, много стихов, много теплых эмоций. С Новым годом вас, дорогие! Приходите! Гомель, с Новым годом вас! Желаю вам всем огромного-огромного счастья и много-много творчества. Желаю творить вам везде, где вы находитесь. Творите себя, творите настроение, творите красивые вещи, творите погоду на улице, творите солнце. Творите вместе с нами, если захотите. Приходите к нам в семейную студию «Артгомель» на Советской 119, и мы будем творить вместе красивые вещи из глины. Или просто общаться. Вдруг мы найдем новых друзей. На «Беларусь-4» продолжается праздничный эфир. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в Новом году обязательно исполнились, дорогие друзья, все ваши мечты. И Новый год был очень щедрым на интересное событие. А вы знаете, дорогие друзья, ведь новогодняя ночь, она пролетит очень быстро. И здесь, наверное, главное – это продлить вот это ощущение праздника. Вот почему бы, например, не отправиться за настроением к еще одному Деду Морозу, который живет в Петриковском районе, к Полесскому Дедушке Морозу. В эти праздничные дни в Национальном парке Припятский на территории Сафари-парка расположился настоящий подворок Деда Мороза, дорогие друзья. Кроме встречи с главным волшебником, организаторы также предлагают еще и посещение музея природы, где посетителям рассказывают об уникальных особенностях белорусской фауны, где знакомят с бытом, с вековыми традициями полешуков. Кстати, праздничный маршрут пролегает через домик кудесника и дерево желаний, для исполнения которого достаточно завязать ленточку на ветке. Никогда Дед Мороз Юзик не бывал у своего брата в Петрикове? Ну, конечно же, Дед Мороз бывал и неоднократно у своего брата. Мы периодически ездим друг к другу в гости, и не только в Полесскому Деду Морозу. Вы знаете, вот хочется услышать какую-нибудь интересную, может быть, необычную новогоднюю историю. Наверняка с вами происходили какие-то чудеса в новогоднюю ночь. Вспомни, Дедушка, когда к нам приезжал огромный такой автобус с туристами с Могилевской области. И у них получилось такое интересное явление. Доехали они до Чебатович, и работает дальше навигатор. Езжают они в деревню, и было такое количество снега, это прошлый год, был январь. И они едут по этой деревне, все дома одинаковые, все красивые, все с иллюминацией, где резиденция Дедушки Мороза непонятно. И благополучно проезжают, и уезжают дальше в лес, в Чернянское лесничество, и периодически набирают телефон и говорят, Дедушка Мороз, мы к тебе еще никак не доехали, мы по времени видим, что этот автобус должен уже полчаса как стоять у ворот резиденции, его нету и нету. И пришлось нам, дедушка, как ты не помнишь, когда мы сели в этот чудесный твой автомобильчик, похожий на сани, и поэтому снежному лесу в Чернянское лесничество пришлось ехать лесными дорогами навстречу. И этот огромный туристический автобус выезжал задним ходом, может там был водитель рак, не знаю. Ну в общем как-то еле выехал из этого леса. Главное, что туристы нашлись, да, это самое важное. И когда они уже нашлись, мы в автобусе уже сразу пели песни, поздравляли с Новым годом, потому что уже все. Смотрите, как шиншилла сдружилась с Татьяной, с нашим астрологом. Вот интересно, Дед Мороз верит в гороскоп? Конечно же, Дед Мороз всегда верит в гороскоп перед выходом в лес или на какой-то праздник. Дедушка всегда смотрит бегущую строку, где идет прямой прогноз гороскопа на данный день. Из этого я из дома не выходил. Ну знак зодиака у нашего Деда Мороза какой у Деда Мороза? Я познал, что зодиака рак. Вот, Татьяна, расскажите, каким знаком в новом 2020 году, знаком зодиака будет вот, скажем, сопутствовать удача? Чей это год? Рак относится к таким знаком? Год замечательный, год хороший вот будет для деятельных людей. Крыска любит таких и домашних, и уверенных людей. Будет процветать бизнес, будет процветать свое дело кто захочет. Очень хорошо для свадеб, так что женитесь обязательно, пополнение ждите. А каким знаком зодиака Новый год обещает карьерный рост и, например, повышение зарплаты? Ну смотрите, самые везунчики в следующем году будут мартовские овны, если есть такие. У нас есть такие? Нет. А мартовские рыбы? Близнецы майские будут. Вот, вторая декада мая тельцов, если кто-то не знает так. Августовские девы будут очень хорошо, у них дела развиваться и бизнес процветать. Вторая декада рака, вторая декада рака. Первая даже, первая, наверное, да, лучше первая, да. Скорпионы будут ноябрьские радоваться жизни, так. Февральские рыбы, тоже у них они будут довольны. Вот, но только одно но, надо не сидеть, сложа руки и не ждать, что просто вот возьмет удача и придет. Да, крыска? Вот, приблизительно вот так надо себя вести, дорогие друзья. Вот так, вот так. Да, приблизительно так. Давайте тогда пойдем к хозяину. А скажите, пожалуйста, какие вообще желания, Татьяна, на самом деле уместные в новогоднюю ночь? Вот что посоветуете загадать, чтобы она обязательно исполнилась? А вы знаете, что желания у всех разные. Каждое кажется свое желание, оно более значимым таким. Кто-то мира желает, а кто-то желает новый какой-то там смартфон приобрести. Желания все актуальные, только надо просто верить, что это сбудется обязательно в следующем году и будет всем радость тогда. А вот, Иван, мне интересно, как вы считаете, почему интерес к гороскопам так популярен сегодня? Вообще без понятия, может потому что люди хотят узнать, что будет в будущем, хоть как-то просчитывать свои планы. Вот действительно, а что дает гороскоп? Как к нему правильно относиться? Да, это очень древняя наука, она еще древнее, чем религия образовалась. И даже издревле люди всегда верили, какие-то действия свои совмещались с лунными циклами, подстраивались под какими-то... Это очень интересная наука, и я думаю, что все-таки какой-то будет прогресс в этом. Она должна совмещаться и с медициной, она должна совмещаться и с какими-то совместными вот знаками. Каждый пытается что-то такое узнать о себе в будущем, как будет развиваться жизнь. Всем, да, интересно, конечно. А вот скажите, пожалуйста, как относиться к общим гороскопам, когда просто такой вот общий, не по знакам, да, стоит ли прислушиваться к ним? Ну, вы знаете что, это где-то 50% правды в основном таких, и это вот действует, как вот, допустим, если Овин, это 5-е, допустим, именно апреля, там, как в 6 утра, допустим. Но еще существует больше индивидуальный гороскоп. Этот гороскоп мы, конечно, просчитываем по всем знакам, то есть можно родиться в один день. Это какие-то астральные карты, да. Да, 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 натальная карта, вот много всего. Мы смотрим, достаточно, даже если человек родился в один день, но в разное время, это уже разный гороскоп, будет совершенно разный. Но общие тенденции такие этого знака, конечно, не сохраняются. Мне интересно, ваш характер, Татьяна, он соответствует вашему знаку зодиака? Соответствует, соответствует, да, соответствует. Я улыбчивая по жизни. А какой знак зодиак, напомните? Весы. Весы, так, вы улыбчивая. Улыбчивая, нерешительная, но, в принципе, я долго колебаюсь, но прихожу к нужному решению. Это мне нравится. Общительная я. Что вы ждете от Нового года и что вам обещают звезды? Вот знаку зодиака, весы. Вы знаете, что очень хочу совершенствоваться, расти в своей профессии. Я люблю свою профессию, мне это очень нравится. Вот, поэтому хотелось бы как-то еще углублять свои знания, расширяться. Да. Ну, все это, я думаю, дастся. У нас очень хороший руководитель Вельченко Геннадий Петрович. Все, поэтому, я думаю, все свершится. Конечно, свершится, дорогие друзья, ведь это же Новый год, а если под Новый год мы загадываем желания, то, по крайней мере, очень хочется верить в эти чудеса. Дорогие друзья, добрый вечер, Гомель. Продолжается это праздничный эфир на телеканале «Беларусь-4». Сегодня готовимся к встрече Нового года и строим планы на праздничные выходные дни. Добрый вечер, Гомель. Мы продолжаем готовиться к Новому году и строим планы на праздничные выходные дни. Если зимой, дорогие друзья, вы хотите вспомнить лето, отправляйтесь за новыми впечатлениями в новогоднюю акваторию в Жлобин. Там в аквапарке вода бьет ключом. Все подробности узнаем по телефону. У нас на связи Жлобин, центр Олимпийского резерва Елена Дробова, специалист по работе с клиентами. Елена, добрый вечер. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Вас, город Жлобин, всех жителей. Скажите, пожалуйста, как вообще настроение? Готов ли город Жлобин к встрече Нового года? Спасибо за поздравление. Вас также настроение у всех новогоднее, отличное. Весь город горит и блестит огнями. Все ждут новогодних чудес и подарков, которым может стать посещение аквапарка. Кстати, расскажите, пожалуйста, Елена, как будет работать Жлобинский аквапарк в эти праздничные дни, выходные? Наш центр Олимпийского резерва готов дарить вам радость в период праздничных дней. Аквапарк будет работать без выходных. Бани, сауны, русская, турецкая, финская. С выходом в аквапарк отличный отдых не только для детей, но и взрослых. Также масса других развлечений и услуг в нашем комплексе, с которыми вы можете познакомиться на нашем сайте zor.by. А вот если завтра, первого числа, приехать в Жлобин, аквапарк когда начинает откроется, когда начинает работать? Аквапарк работает, да, с 11 часов будет работать. То есть можно уже, в принципе, потихонечку собираться. Елена, вы знаете, у вас есть возможность поздравить с наступающими праздниками всю Гомельскую область, и не только, потому что наша передача сейчас идет в онлайн-трансляции в интернете, так что пользуйтесь случаем. Да, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством, всех благ в Новом году, исполнения желаний. Спасибо большое, Елена. От нас тоже большие поздравления с наступающим Новым годом. Только что мы узнали по телефону из Жлобина, был звонок о том, как же работает аквапарк в эти праздничные дни. Елена Дробова, специалист по работе с клиентами Центра Олимпийского резерва, рассказала нам все подробности. Дорогие друзья, на Беларусь-4 продолжается праздничный эфир. Мы еще раз поздравляем всех с наступающим Новым годом. Кстати, есть еще время, да, загадать желание и пусть оно обязательно сбудется. Что самое важное в преддверии Нового года? Это, наверное, подвести какие-то итоги и строить какие-то планы. Дорогие друзья, вот сейчас, мне кажется, самое время для этого. Я предлагаю такой новогодний близ опрос, если вы не против. Ну и, кстати, да, дорогие друзья, дорогие наши зрители, вы тоже можете присоединиться. Итак, первый вопрос. Самый лучший момент этого года, Татьяна, для вас. Был момент, когда, вы знаете, что очень порадовала меня моя дочь. Очень порадовала. Это было великолепно. Я очень счастлива. Я давно с ней не виделась. Это было самое для меня лучшее событие. Она живет очень далеко. И приехала в гости к вам. И я к ней приехала в гости. Она меня очень хорошо, радушно встретила. Это было счастье. До сих пор я под впечатлением. Спасибо большое. Галина, что было для вас самым ярким в 2019-м? Ну, я студентка Белорусского государственного университета культуры. Поэтому самым ярким моментом был... Диплом, что ли? Нет. Удачная сессия. На дни девятки и десятки. Это было просто суперпраздничное настроение. Тем более финальный день сессии был уже у главной елки страны. На площади в Дворца Республики. Поэтому все супер. Ну, вообще, как мало надо для счастья. Да. Дедушка Мороз. Ну, Дедушка Мороза немножко... Что самое яркое в 2019-м? Поярче произошло. Дедушка Мороз приобрел себе в этом году небольшую семейную резиденцию, куда переехал своей семьей. Сделал ремонт. И на данный момент приезжает от основной резиденции в свою домашнюю немножечко отдохнуть. Ничего себе. Я вот смотрю, в Чеботовиче как-то очень хорошо исполняется желание, дорогие друзья. Надо срочно ехать. Срочно ехать в это место. Иван, скажите, какая новость для вас стала самой главной в 2019-м году? Не спешите, подумайте. Главных новостей было очень много. Все по волшебству, менялись планы, много всего. Жизнь перевернулась просто с ног на голову. А что именно так перевернулось? Много чего. Я перепробовался во многих видах деятельности. Но одна из самых приятных новостей, то, что я попал наконец-то сюда, потому что это, наверное, второй год, как я пытаюсь попросить на программу «Добрый вечер, Гомель». У меня получилось даже в рождественский эфир. Так что спасибо. Потому что Новый год скоро. Потому что все желания исполняются, Иван. Андрей, Галина, вот какое событие этого года хотелось бы, может быть, запомнить навсегда? Кроме сдачи сессии и покупки квартиры. Может быть, это были какие-то яркие встречи, новое знакомство? Яркая встреча была, на самом деле, совершенно недавно. Был утренник, первый утренник у моей дочери в саду, где ее папа был Дедом Морозом. И она не узнала. Здорово. И она не узнала. И она не узнала. Она смотрела вот так в глаза, смотрит, я думаю, узнала. Нет. А я наконец-то научилась кататься на скейте. И поэтому для меня это было... Галина, вы меня не передаете. Для меня это было таким событием, но, думаю, запомню надолго. Ничего себе, Снегурочка, директор Дома культуры, катается на скейте, заканчивает Институт культуры. Это, наверное, лишь часть ваших увлечений и способностей. Я люблю мотоспорт, стараюсь ездить на мотоцикле. И автомобиль наверняка у вас есть. Очень, да, очень осторожно. Но, тем не менее, скорость – это мое. Подождите, это что? Профессия Снегурочки требует таких... Я думаю, что это мое внутреннее состояние, моей души такое требует таких... Передмещений, передвижений, впечатлений, адреналина. Ну, это помогает в моей профессии и Снегурочки, и директора. Ой, как же вам надо соответствовать, Дед Мороз, вашей Снегурочке? На самом деле, очень творческий человек, моя внученька. Развивается во всех направлениях абсолютно. И довольно-таки успешно. А Дед Мороз чем увлекается? Расскажите нам, пожалуйста. А то он сегодня очень-очень скромный. Дед Мороз увлекается рыбалкой. У Дедушки Мороза множество разных снастей, с которыми он ходит и на летнюю, и на зимнюю, и на осеннюю рыбалку. Затронули, видите, вам затронули тему любимую? Дедушка с радостью угостит вас сушеной таранью. Вот, оказывается. Пожалуйста, мы только ждем. На участке в резиденции есть озеро, конечно, мы всех приглашаем. Есть озеро, там выводится, разводится большая, красивая, вкуснейшая рыба. И на купалье дедушка всем рассказывает, как он проводит летние каникулы. Но не только детям, но и взрослым. Кстати, летом Дед Мороз в Чеботовичах тоже есть, он тоже существует. Просто Дед Мороз без шубы, в шортах. И с удочкой. И с удочкой, да? И с удочкой. Ну что ж, какое-то волшебное место, дорогие друзья, в Чеботовичах. Но ведь недалеко же, вроде, Кшелев совсем рядом. Да, надо съездить. Я уже прям сегодня думаю, может быть, поменять свои планы на новогоднюю ночь. А почему бы и нет? Время, да, время еще есть. Ну что ж, продолжаем наш новогодний Блиц-опрос. Татьяна, скажите, пожалуйста, какая самая нелепая покупка была у вас в 2019 году? Наверное, полотенцесушитель. А зачем вы купили полотенцесушитель? Вы знаете, что просто не хватает места, думала сделать красивую, хорошую покупку по рекламе в телевизоре. Ну вот я купила, и дальше вы знаете, что я уже не знала, куда ее вешать. Это полотенцесушитель этот. Вы просто не смешили. Действительно, Вань, какая самая бесполезная покупка в этом году? Как фокусник, конечно, реквизит. Я хотел заказать свечи. Вот, кстати, думаю, кто-то из вас заказывал с Китая, разочаровывались, да? Я заказал с Китая, сэкономил, заказывал свечи, чтобы сделать романтический ужин. Пришли обыкновенные бечевки. Так что ужин придется отложить, по крайней мере, до момента нахождения половинки. Ну вы же фокусник, вы обязательно что-нибудь придумаете, Вань? Из ватки. Ну, хотя бы так. Самая бесполезная покупка Деда Мороза в 2019 году. Дед Мороз как-то один раз потерял где-то свою снасть на рыбалке. Искал, искал, не нашел. Пошел, купил. Прихожу, лежит, нашлась, нашлась. Поколдовала Снегурочка однозначно. А как бы вы ответили на вопрос, чего я хочу добиться в новом году, Андрей? В новом году, конечно же, хочется добиться новых творческих успехов. На самом деле, очень много работы предстоит в следующем году. Ну, я даже не представляю, как это все осуществить. Осуществить, да. А может быть, поделитесь планами, что сложного? Нет, это останется моим маленьким секретом. А вот сейчас я поделюсь. Который я не открою никому. Можете не открывать, мой дорогой Дед Мороз, никому свой секрет. А я поделюсь. Дело в том, что у Дедушки Мороза строится дворец культуры в поселке Коммунар. И так как он находится в стадии строительства, то даже не будучи Дедом Морозом, мы все мечтаем, что этот шикарный дворец наконец-то, как и задумано по плану, в 2020 году откроет свои двери для жителей агрогородка Коммунар. И мы, хоть и будет очень много работы, но все вместе порадуемся этому. Но обязательно ждутся. Все приглашаем вас на открытие. Астролог вам обещает, что все получится. Дорогие друзья, ведь это волшебное время. Предновогоднее, несколько часов до наступления новогодней ночи. Давайте загадывать желание и верить. Верить, действительно верить чудеса. Куда сводить детей в дни зимних каникул? Мы выбрали для вас, дорогие друзья, интересные варианты на разный возраст. Праздничное настроение в эти дни можно найти в Гомельском театре кукол. Здесь проходят новогодние утренники, хороводы, игры, конкурсы, дискотека и новогодние селфи. Предлагают юным гомельчанам артисты театра кукол на утреннике «Веселые матрешки против бабы-ешки». И приглашают детей и родителей со 2 по 7 января на новогодний спектакль «Планета полная чудес». Приключения со смыслом ожидает юных зрителей в Гомельском молодежном театре. К рождественским и новогодним праздникам здесь готовят новогоднее представление «Три желания» по мотивам произведения Юрия Елисеева. Жанр постановки в молодежном театре определили как приключения со смыслом. По словам организаторов, зрителей ждет много чудес, шуток, песен, танцев, ну а также есть шанс побывать на Кудыкиной горе. Ну что ж, дорогие друзья, новогодний вечер в самом разгаре и вы знаете, так хочется верить в чудеса и волшебство. Иван, вы готовы показать нам очередное чудо? Конечно, в этот раз будет действительно чудо. Снега много не бывает, поэтому хочу рассказать новогоднюю историю. То есть сейчас будет снег в нашей студии? Сейчас будет снег в нашей студии. Ой, придется мне посоревноваться. А, то есть вы тоже хотите сделать снежинки? У меня будет лучший этот шанс. А я постараюсь. Ну покажите. Конечно, я не настолько волшебник, как Иван, но я буду стараться. Дорогие друзья, состязание в праздничном эфире программы «Добрый вечер, Гомель». Мы будем вызывать снег. Посмотрим, кто победит, фокусник или снегурочка. Итак, начинаем? Сейчас бы я вам хотел рассказать новогоднюю историю о мальчике и его отце-волшебнике. Однажды, жарким знойным летом, мальчик подошел к папе и сказал, «Папа, я хочу, чтобы пошел снег, но снег пойдет зимой». Ну, папа, пожалуйста, сделай, я хочу, чтобы сейчас пошел снег. Тогда отец взял обычную салфетку, порвал ее и начал делать снежинку. В принципе, все мы делали такие снежинки в школах, в садиках, кто-то даже помогал своим детям. Вот. Конечно, у меня не такая красивая снежинка, как в оригинале этой истории, но, думаю, получится. Отец объяснил, что снег состоит из множества маленьких снежинок. Он взял, скомкал салфетку в комочек, взял в кулак снегурочка. Готово? Да. Отец взял снежинку в руки и пошел самый настоящий снег. С наступающим, спасибо. Иван, ну да вы действительно обладаете какими-то магическими способностями. Снегурочка, твоя очередь. Смех. Ой, ну смотрите, красота какая. Ну, хотя бы так, дорогие друзья. Спасибо, Ваня. А вообще, как вы считаете, в чем секрет хорошего Нового года? В настроении. Если настроение будет праздничное, позитивное, Новый год будет супер. Остается вот совсем немного времени до 2020 года. Что мы пожелаем нашим зрителям в Новом году, Татьяна? Улыбок, улыбок и только улыбок. Замечательного, хорошего настроения. Если будет настроение, будут улыбки, все будет у вас, товарищи. Вам всего тепла, домашнего уюта. И всего-всего, чтобы у вас все, что загадали, все у вас было. Обязательно исполнить. Обязательно. Вер в чудо, которое будет вас поддерживать изнутри, конечно же, снежного Нового года. Спасибо большое. Дед Мороз, Снегурочка, ваши пожелания телезрителям канала «Беларусь-4». Конечно, мы пожелаем хорошего, позитивного настроения в эту новогоднюю ночь. Всем счастья, светлого праздника. Новым годом, друзья. Мечтайте, и все ваши мечты обязательно сбудутся. Верьте в добро не только в Новый год, а всегда, каждый день. И все будет всегда только добрым и позитивным. Удачи. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Счастья вам и всевозможных чудес. Праздничный вечер на телеканале «Беларусь-4» продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин